Глава 9. Думать Даймонд-Тиара всегда приходила в соседний двор, такой же, как и родной, отгороженный от внешнего мира, продолговатой бетонной коробкой жилого дома, на первом этаже которого примастились мелкие лавочки и магазины. Серый город не зря прозвали так. Серый бетон, серый асфальт, серые и черные одеяния, даже призванные быть яркими вывески, и то терялись в этом бесконечном море серости. Но дворы, дворы были оазисами красок. В любом жилом доме обязательно жила какая-нибудь творческая личность, которой не было все равно. И загаженные дворы убирали силами самих жильцов, раскисшие грязные газоны с искусственной травой сменялись ухоженными скверами и даже целыми садами. Деревья и кусты, правда, часто тоже были искусственными. Хорошая почва и вода стоили весьма недешево, да и воздух в сером городе оставлял желать лучшего. Безликие же стены расцветали граффити и настоящими картинами, и, как правило, все вносили какой-то вклад. Конечно, так происходило далеко не везде. Были банды хулиганов, которым доставляло удовольствие ломать плоды чужих трудов. Были откровенные трущобы, где безразличие и злоба множились на всеобщую тупость. Но в этом дворе скверик и вправду выглядел вполне прилично. Насколько Даймонд знала, содержали его почти все жители. Были среди них и неразлучная семерка пони из главной серии «Выглавество или корном», и строгая старушка Синтет с почти седой копной когда-то рыжих волос, которая требовала, чтобы к ней обращались не иначе, как Аскотян. А еще две молодые инопланетянки со щупальцами на головах. У голубокожей было несколько коротких, а зеленая обладала всего двумя, но зато свисающими почти до ягодиц. Даймонд иногда приходила сюда посидеть в относительном покое. В своем дворе за ней могли наблюдать из окна подруги, а иногда хотелось уединения. По крайней мере от знакомых. Что еще во дворике было хорошо, так это то, что никто не лез с расспросами. Только Аскотян однажды поинтересовалась, кто Даймонд такая, и та вкратце объяснила. С тех пор никто не беспокоил пони в ее размышлениях, за что Тиара была предельно благодарна. Потому что когда тебе лезут в душу, даже из самых лучших побуждений, это не всегда вовремя. Даймонд уселась на давно овлюбованную скамеечку под раскидистым ненастоящим деревом и уже погрузилась была в мысли о собственной никчемности и неспособности дать что-либо тем, кто стал дорог в этой жизни. Но в этот раз во дворе наблюдалось какое-то нехарактерное оживление. Тиара не сразу обратила внимание, пока в общем гомоне голосов, более возбужденных, чем обычно, не расслышала такой знакомый цокот понящих копыт. Подумалось было, что возвращается кто-то из семерых живущих здесь пони, но нет. Как оказалось, во двор вошли трое синтетов, приличная одежда которых не позволяла заподозрить их в такой глупости, как житье на окраинах серого города. Первым был Рейнбу Блиц, жеребцовая версия Дэш, впряженной в небольшую тележку. Одет он был в чистый и даже с виду дорогой джинсовый костюм с какими-то нашивками, передающими Пегасу вид лихой и даже угрожающей. Усиливали впечатление большие темные очки. Второй была очень бледная, голубовато-серебристая крылатая пони с белоснежной гривой, которая выделялась посреди всего белым пятном, как будто бы кусочек зимы влез в раннюю осень. Даймонд вспомнил ее имя — Сноудроп. Помнится, в клуб как-то приходила одна такая, и была она гладиатором со страшными и безумно острыми мечами. И в качестве вишенки на торте еще и абсолютно слепой, хотя на звук и вибрацию ориентировалась просто невероятно. Даймонд сошлась с ней только раз, в тренировочном спарринге, после чего отказалась от поединка всерьез. Ей еще дороги были конечности. А вот Дэш Вендор вышла на тот бой и победила, и даже не покалечилась. Даймонд стиснула зубы. — Ну почему все, буквально все вокруг должно напоминать об арене или бордель? — Мелькнула мысль о том, что это может быть та самая Сноудроп. Но Теара сразу отмела такое предположение. Не весь мир вращался вокруг пони-плея, да и не выглядела поняшка накачанным бойцом. Скорее наоборот. Третьей же пони была незнакомая серая фестралка с гривой зеленоватого оттенка, одетая столь ярко, что рябила в глазах. Ядовитые зеленые штаны, малиновая куртка, какие-то разноцветные ленты и радужная повязка на голове. В глазах рябила от такой безвкусицы. Стало интересно, что такие странные пони забыли в этом дворе. Но вскоре вопрос прояснился сам собой. Рейнбо Блиц выпрекся из тележки, после чего поколдовал с управлением, и та разложилась в небольшой лоток. Пару секунд позже над ним загорелась вращающаяся голограмма надпись «Бесплатные обеды». Сноудроп уселась рядом, достав звякнувшую коробку плошек и ложек, а фестралочка взяла на готовку большую черпак. Даймонд криво усмехнулась. Благодетие! Извечная понячья доброта многим не позволяла проходить мимо чужой беды, и зачастую из самих цветных лошадок доводила до отчаянного положения. Впрочем, Даймонд их не осуждала. В конце концов, ее лучшие друзья, следовало признать, тоже были такими. И во многом благодаря этому у жизни оставался еще хоть какой-то смысл. Вскоре к лотку стали подтягиваться обитатели двора. Пришла Эпплджек, что-то спросила, и, видимо, оставшись довольной ответом, ушла в дом, чтобы через пару минут появиться вместе с Латершай, Рейнбудэш и Старлайт Глиммер. Где были остальные, Даймонд не знала и знать не хотела. Вокруг быстро образовался спонтанный пикник. У трех пони из угощений оказался не только наваристый суп, но и хрустящие хлебцы с начинкой, фрукты, а также сладости для малышни и горячий чай для всех. Вскоре Даймонд сочла, что во дворе стало слишком шумно. Ругнувшись в полголоса, она встала со скамейки и направилась к выходу, но ее окликнуло сноудроп. Даймонд, тиара! Пришлось подойти. Конечно, можно было и послать куда подальше, но эти пони вроде как были не из тех, кому плевать на других. И все же старые привычки брали свое. Розовая пони недоверчиво окинула взглядом странных пришельцев, чем, кажется, смутила фестралку. Почему-то не взяла поесть. Поинтересовалась сноудроп, когда тиара подошла. А как ты узнала, что я — это я? — вопросом ответил Даймонд. Ты же слепая. Больше нет. Улыбнулась голубая поняша и сделала движение, словно захотела прижаться к Рейнбублицу. Долгая история. А что насчет моего вопроса? Тиара сжала губы. Оправдываться как-то не хотелось. Я не отсюда, — сообщила она наконец. Подал голос Рейнбублица. Но мы не ставили цели накормить обитателей исключительно этого двора, так что угощайся. Я не голодна. Отдайте лучше тем, кому действительно нечего жрать. Это очень благородно с твоей стороны, — снова сказал сноудроп. Даймонд машинально отметила, что у нее нормальные зрачки. Поняша действительно была зрячей вопреки воле создателей. Во сколько обошлась опираться по исправлению врожденной слепоты, не хотелось даже думать. Наверное, на эти деньги когда-то можно было запросто заказать на биофабрике пяток новых сноудроп. «А кто вы такие?» — спросила Тиара вслух, поддавшись порыву из вечного понячего любопытства. «Я Рейнбублиц», — ответил Пегас. «Сноудроп, ты, похоже, знаешь, а это Греймаус. Мы представляем фонд Агилар, и это наша общая примфамилия. Фонд благотворительный. Знаешь, что это такое?» «Угу», — буркнула Тиара. «А как же. Те, кто от щедрот своих спасает кого-то от голодной смерти. Обычно куда меньше, чем действительно может. Синтезис? Даже близко нет», — покачал головой Пегас, позади которого на Тиару насторожно глядела фестралка. «Та, видимо, страдала той чертой, которая даже среди пони не именовалась иначе, чем флатершайстость, то есть предельная скромность. Непонятно, правда, зачем тогда одевалась ярче иных клоунов. Даймонд это раньше раздражало, а теперь стало как-то все равно. Но серая поняша старалась во время разговора не привлекать к себе внимания и даже инстинктивно спрятаться за друзей, хотя буквально только что раздавала детям сладости. «Всегда кому-то нужна помощь», — пожаловал плечами Сноудроп. «Особенно сейчас». Тиара ответила то, что и всегда в таких случаях. «Всем помогать копыта устанет». Но любые блаженные на этой почве почему-то никогда не слушали логические доводы. «Можно делать добро в той степени, в которой можешь. Это будет твой вклад в общее дело. Не думала сама попробовать?» «У меня нет лишних денег», — рисковато сказала розовая пони. «И не надо», — улыбнул Сноудроп. «Иногда нужно всего лишь желание. А ты я вижу на распутье». «Что значит вижу?» — нахмурился Даймонд. «На мне написано, что ли?» «Я эмпат», — пояснила Пегаска. «И когда ты подошла, почувствовала». «К тому же, когда пони сидит одна во время веселого праздника, то явно не просто так. А какой еще вопрос может настолько волновать в наше время?» «Я бывший гладиатор», — рубанула Даймонд. «И шлюха! Как вам такая благотворительность?» «А я работал в борделе до хартии. Подал голос с Рейнбублиц. Пусть еще тронул крылом фестралочку. А Грей вообще была на положении домашнего питомца». «Не в хорошем смысле». Серая пони опустила ушки и взгляд. «Это так», — тихо сказала она. И Даймонд на мгновение показалось, что кобылка сейчас схлипнет. Но нет. Желтые глаза с вертикальными зрачками оставались сухими. «Но из-за каким хреном вы мне это рассказываете?» Тиара подавила желание гарпнуть во все горло. «Ты же сама начала», — заметила Сноудроп, а Рейнбублиц добавил. «Есть тебе некуда приложить копыта, приходи к нам. Нам в фонде не хватает помощников. Ищите другую дуру за бесплатно пахать». «Как можно?» — перебила Пегаска. «У тебя же и своя жизнь есть. Фонд всем помощникам платит». «Таких, как я, миллионы», — сказала Тиара. «За что мне такая честь», — ответила Сноудроп. «Ненавидеть просто. Жаловаться просто. А что-то делать сложнее. Сделать что-то для других сложнее вдвойне. Даже за деньги немногие решаются. И еще меньше тех, кто остается». Даймонд уже собралась была отпираться, но задумалась. «А действительно, на что она еще может рассчитывать? Вернуться на арену?» «Ты ведь уже что-то делала в этой жизни не для себя», — сказала Снежная Пегаска, и это был не вопрос. «К тому же миллионы не стоят сейчас передо мной». Даймонд все еще колебалась. «Так сходу принять решение было сложно. Да и вообще решиться на благотворительность». Почти так же, как выполнить просьбу Крамеля Цини раздеться до гола. Даже сложнее. Потому что обнаженное тело даже близко не сравнится по беззащитности и открытости с обнаженной душой. А в благотворительности без этого никак. И только сейчас к Даймонд Тиаре пришло понимание того, чего же она все это время боялась. Боялась еще тогда, задолго до незабудки, даже пони-плея. Боялась практически всю самостоятельную жизнь в этом мире. Все вставало на места. Работа модели у Карамеля, задушевные разговоры, нерешительность Тиары наедине с Рейнбудэш, которая, в отличие от розовой пони, сумела перешагнуть через собственные комплексы. Тиара, которая привыкла считать себя куда более решительной и независимой, нежели Рейнбудэш семнадцатая. Усмехнулась этой мысли. Хм, дожили. Рейнбудлиц, видя колебания розовой пони, протянула ей визитку. Если на друг надумаешь, позвони. Мы за тобой заедем. Сама дойду, если что. Буртнула Тиару, но визитку взяла. Сноудроп улыбнулась. Не дойдешь. Да нас транспорт не ходит. Свалка, что ли? Фыркнула Даймонд. Да нет, ответила пегасочка лукаво, скосив глаза. Зеленый сектор.